20 декабря в Дели уже приехали все участники ежегодных учений Его Святейшества Далай-Ламы для российских буддистов. Ведь и звездочный отель Кимпинский, где второй год подряд будет проходить запланированная встреча с мировым буддийским лидером, радушно принимает российских паломников из традиционных буддийских регионов, а также из многих крупных городов. Я в Индии уже не в первый раз, и с Его Святейшеством уже бывала на Его аудиенциях, как и лично, так и с группой. Поэтому каждый раз это незабываемая встреча для меня. И наши дети, которые приехали сейчас вместе с нами, для них, конечно же, это первая возможность побывать на учении Его Святейшества Далай-Ламы именно в Индии, которое дается специально для буддистов, которые приехали из России. Вот это посвящение Его Святейшества Далай-Ламы для всех буддистов у нас является, по-моему, одним из самых значительных в жизни явлений. Почему? Потому что одно дело самим это дело владевать или присутствовать в хуралах, в датсанах, это одно. А когда живьем, уже в живом контакте получаешь учения, лекции, от души занимаешься, этим всей душой, сердцем, это усиливается многократно, я считаю. Естественно, не каждому есть возможность сюда приехать. Готовимся к этой поездке почти целый год. То, что вот здесь проходят эти учения, это очень хорошо, потому что других у нас возможностей нет. Мы становимся лучше, светлее, добрее, стараемся следовать принципам буддизма. На этих учениях первый раз, на этих учениях, которые проводятся именно в Дели, как для российской группы. Я воспринимаю его как очень большого человека, человека, который несет за собой гармонию. Если есть возможность попасть на мероприятие, и с его участием я всегда, всегда просто стремлюсь это сделать. Организаторами ежегодных учений Далай-Лама для российских буддистов выступили Ринфочи Бакшада Цан в Бурятии, Центральный Калмыцкий Хурул «Золотая обитель Будда Шакьямуни», Объединение буддистов Тувы и Московский фонд «Сохраним Тибет». Очень много людей трудилось над подготовкой учений его святейши Далай-Лама для буддистов России. Люди трудились над выпуском книг, над разработкой дизайна учений. Завтра мы с удовольствием откроем учения. Кроме того, все те, кто будут смотреть нас в интернет-трансляции, смогут также приобщиться к учениям его святейши Далай-Лама по бодхичаре Аватаре, важнейшему тексту Шанти-Дева. Параллельно со встречей, регистрацией и расселением приехавших паломников за день до начала учений в отеле прошла подготовка зала, где был установлен трон, размещены баннеры, подключена аппаратура для интернет-трансляций. Можно сказать, что все готово для завтрашней встречи российских буддистов с Далай-Ламой здесь, в Дели, а также для тех людей по всему миру, кто будет слушать его учения в глобальной сети. Субтитры создавал DimaTorzok